Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Я, Эдуард Шульман, с последними в этом году календарными датами. Итак, начнем 5 декабря. Тот, кто постарше, может быть, думает, что речь пойдет о всенародном празднике Сталинской Конституции. Нет, побеседуем о событиях, которые случились в тот же день, но ровно пятью годами раньше. Хорошо. 5 декабря 1931 года. Пришел Ильф, рассказывает современник. Говорит, будут взрывать храм Спасителя. Входите же! Ильф встал в дверях со стаканом холодного чая. Там отсюда будет отлично видно. Был возбужден. На скуластом лице играли пятна румянца. Мы прижались к стеклам. Человек в Буденовке с биноклем через плечо шагал к стенам храма. Было так тихо, что через открытую форточку слышался скрип валенок на снегу. Кто-то из нас взялся отсчитывать секунды. Казалось, мы ждем. Чересчур долго. Раз, два, три, четыре, пять. Ильф вскинул и нацелил свою лейку. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Барабан храма медленно шевельнулся. Неторопливо, важно. Громадная башня начала садиться. Внутрь самое себя. Ильф побледнел и молча опустил аппарат. А один иностранец, слышу вчера на улице, он им говорит. Да как же такую красоту взрывать? Я, блин, его покупаю и по кирпичику перевезу. Как после войны вспоминаю. Мимо нашего полустанка составы с кирпичом следовали. Платформы груженые. Маршал Дей из Германии замок какой-то транспортирует. Военный трофей в счет репараций у себя, чтобы поставить. Дача такая рыцарская. Перевезу иностранец-божица. Балочки все перемечу. И пусть у меня в штате Калифорния стоит. Дозвольте, просит. О золочу. Да где-то. Самолюбствие мне дороже. Как Беня крик говорил. Взамен храма размахнулись строить дворец. С верхушечным памятником, мизинец которого то ли 3, то ли 10 метров. А строительной технике было 750 бульдозеров и один прописью. Один храм на Тритоны. Да не на строительстве. На всю страну. За одним окном лежала вдали огромная картина заречной, снежно-сизой Москвы. В другое левее видна была часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя. В золотом куполе которой синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг Иван Бунин. Чистый понедельник. Говорят, он проснулся ночью и на ощупь в потьмах нацарапал каким-то огрызком. Благодарю Господа Бога за чистый понедельник. Это было 12 мая 1944 года во Франции, а в Магадане в тот год Варлам Тихонович Шаламов размотал десятку. И, не выходя за ворота, как шутили тогда без задержки, схлопотал следующую за то, что назвал Бунина классиком. И хотя тут нет никакой связи, мне кажется, связь есть. Почему птицы знают с рождения дорогу домой по той же причине протянут между нами прямой провод. И неведомый В.Ш. посредством Господа Бога подымает среди ночи нобелевского лауреата. А тот, знаменитый И.Б. по небесному телеграфу, благодарит колымского зэка. И с тех пор храм Христа Спасителя вечно стоит на своем месте. Взорван 5 декабря 1931 года. Перехожу, стало быть, к юбилею. 28 октября, 11 ноября 1818 года родился Иван Сергеевич Тургенев. Спустя век и месяц, 11 декабря 1918 Александр Исаевич Солженицын. В темной комнате на белой простыне. В темной комнате, наш близкий знакомый, сравнительно немолодой сценарист, взялся экранизировать первую любовь. Повесть Тургенева трактовалась по Достоевскому. Соперничество отца и сына, нагло прекрасная, беззащитная героиня. И еще мать. Тихая, робкая, весьма заурядной внешности, в молодости без гроша, почти приживалка, в доме богатого дядюшки, который завещал ей имения и доходы. И вот по страстной любви вышла за неимущего, очень красивого отца, теперь терзается ревностью. Фильм открывался современными кадрами. Выставочный зал, затерянные среди публики бродят отец и сын, героиня и мать, пока разобщенные, не составляющие семьи и сюжета. Порознь останавливается у небольшой бытовой вещицы, изображающей мужскую компанию в далеком веке. На полотне только что отобедали или отужинали. Кто-то снимал салфетку, кто-то отодвигался, кто-то закуривал. Внезапно картина оживала. Хозяин позвонил и велел принять со стола. Итак, это дело решённое, промолвил он, глубже усаживаясь в кресло. Каждый из нас должен рассказать историю первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич кругленький человек с пухленьким, овальным лицом посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к небу. «У меня не было первой любви», сказал он, наконец, «я прямо начал со второй». Это каким образом? Очень просто. Мне было 18 лет, когда я приволокнулся за весьма миленькой барышней, но ухаживал так, как ухаживал потом за другими. Собственно, первый и последний раз влюбился я шести лет в свою няню. Подробности наших отношений сгладились, но если бы и припомнил, кому интересно, так как же быть хозяин огляделся. В моей первой любви тоже немного занимательного. Моя сказка двумя словами сказывается. Отцы сосватали, мы с женой полюбились друг друга. Я, господа, поднимая вопрос, надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович? Моя любовь действительно принадлежит к числу не совсем обыкновенных, ответил с небольшой заминкой Владимир Петрович человек лет сорока, черноволосый, с проседью. «А-а-а-а!» Воскликнули хозяин и Сергей Николаевич в один голос. Тем лучше рассказывайте. Извольте. Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом. Я жил в Москве у моих родителей, они нанимали дачу около Калужской заставы против нескучного. Я вот здесь, посереди реплики, а то и сразу после извойти, мы попадали по замыслу сценариста прямо в Москву, на Калужскую заставу, которая давно уже так не зовётся. От нынешнего ЖБК, писал сценарист ритмической прозой, от комбината железобетонных конструкций, пересекая трамвайные пути мимо станции метро, вдоль глубокого искусственного оврага, где, как в русле, протекает третье транспортное кольцо, огибая сверкающую ракету, бежит мальчик в чём-то распахнутом и летнем, что состязается с ветром в такой же естественности, как волосы, бежит мальчик-сын по ходу движения, преображая природу. Прежде чем развернётся фильм, полагал сценарист, пусть зритель проникнется, что действие происходит не где-то там, в истории, на неведомой глубине, а в нашем городе, между такой-то улицей и таким-то проспектом. И потому сейчас прямо на глазах, на месте вечного магазина, вырастает дачный ампирный особняк с оранжереей и клумбами. На крылечко выходит мать, смотрит из-под руки на бегущего сына, на удивительное изменение мира. Сценарист застал ещё большую Калужскую, нынче проспект, и одноименную плешку, прежде Калужскую, с кинотеатром в бывшем соборе. А Калужская застава, ещё без ракеты, была границей города и два дома, устремлённые в областные просторы, поставленные по дуге. Горстями черпали солнце, утреннее, дневное, вечернее, заря и закат, играли с окнами, приветствуя, провожая гостей. В аккурат правое полудужье, если смотреть из области, и обратилась двумя абзацами выше в жёлтый ампирный домик, который покинула мать, непритязательно одетая, смешкообразную, скромной котомкою. Поглядывая на сына, вернувшего луг автомобильной развязки, мать смешалась с толпой на современном проспекте, что обернулся внезапно большую Калужскую первых послевоенных лет. И снова, сделавшись мальчиком той эпохи, сценарист увидел тогдашнюю мостовую с одинокими эмочками, газиками-полуторками, зисом-101, с патрульным виллисом, трофейным опелем, синим троллейбусом, новенькую победой. Каждый своим маршрутом мать и сын направлялись к нескучному. Он стоял, где стоит, прихорашиваясь по сезону. Зелёные листья желтели и жухли, их сгребали, жгли, дым уходил паром, падая снегом, дождём. Вплотную к нескучному подвели забор с воротами и бюро пропусков. Подъезжали грузовики, ворота медленно отворялись. Из будочки выходил охранник, шофёр тоже в форме, высовывал накладную. Машина, как виделось сценаристу, была студебеккер, рокача. Вкатывалась на территорию. Забор опоясывал её по периметру, выгораживая строительную площадку, оставляя на свободе нескучный и зелёный обрыв к реке, и улицу, и окружную дорогу. Внутри, отделённые забором, копошились и гоношились, разгружали студебекер. В большой ржавой печке варили битум. В бочке печки, хотел написать сценарист. Дребезжала распахнутая заслонка. Красный огневой чуб мотался под ветром. Отец в офицерской робе, присевший на корточке, кормил пламя отбракованными паркетинами. Из времянки, увешанные лозунгами, что, мол, труд в нескучном, есть дело чести, доблести и геройства, из конторы прорабки. Выскакивала прекрасная героиня, более наглая, чем беззащитная, на чёрной графлённой доске, стуча и царапая, выводила мелом проценты. А делошники, маляры, паркетчики подбегала сзади к окну, одной рукой толкала, другую удерживала, сдвигала его офицерскую фуражку, обнажая жёсткие завитки, курчавые и седые, такие же бархатные, как чёрный артиллерийский околыш. Мать и сын сошлись около дома, недалеке от забора, спрямлявшего вогнутый фасад. Сын перенял у матери сумку скромный мешкообразный свёрток, задравший голову, стояли под самой почти стеной и будто искали кого-то глазами. Часть стёкол была вставлена и чисто вымыта. В них, по указанию сценариста, отразился смешанный историко-современный пейзаж леса и пашни, воссозданное на бегу мальчиком-сыном, плюс уцелевшее, по неизвестной причине, более позднее сооружение, скажем, научный институт с куполом самоварного золота, которое жёлтым блеском полыхало в окне. Иные проёмы были пусты, с прислонёнными рамами, выпущенным из... выпущенным на волю малярным валиком, кольцами проволоки и проводки, обойными рулонами. В таком-то проёме, склонившись друг к другу, обнявшись, стояли отец и героиня, она в платочке, положивши голову ему на плечо, улыбаясь и смеживши очи. Он, низко надвинув фуражку, в козырьке которой плавало самоварное золото. Снизу, с улицы, из-за ограды махал сын, за спину перекинув котомку. Робкая мать приподняла руку. Героиня открыла глаза, усмехнулась и ещё теснее прижалась к отцу, «Эй, ты!» крикнула звонким голосом. «Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай последнюю передачу и уматывай! Ещё раз на вахте увижу, морду расцарапаю!» «Затемнение!» написал сценарист. Конец фильма. Исходные материалы. Повесть Тургенева «Первая любовь» Роман Сложеницына «В круге первом». И в повести, и в романе действие происходит в Нескушном, на прежней Большой Калужской, у нынешнего дома номер 30 по Ленинскому проспекту, что построен после войны заключёнными, среди которых и находился Александр Исаевич Сложеницын. 11 декабря этого года исполнилось бы ему 90 лет. Вот теперь собственно рождественские тексты не благостные рождественские рассказы, а просто события, приуроченные в разные годы к 25 декабря по новому стилю, 7 января по старому. Дед Лермонтова, Михаил Арсеньев, покончил с собой. Самоубийство приключилось под Рождество. Старики дворовые обожились на новогоднем балу, что будто бы в костюме и маске, усадивши семейство подле украшенной ёлочки барин заговорил как бы притчами. Ну, объясняет любезная моя Лизонька, жена, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, родная моя Машенька, дочь, будешь сироткой. Сказавши такую речь, барин вышел в соседнюю комнату, достал в шкафу пузырёк с зельем и выпил, после чего грохнулся озимь, пустив изо рта смрад и пену. Бабушка велела похоронить дедушку и уехала и уехала в Пензу, произнеся напоследок слова, которыми Николай Первый проводил вроде бы их с дедушкой внука. Собаки собачья смерть. По другой версии. был домашний спектакль. Ставили Гамлета едва ли не впервые в России. И дедушка Арсеньев исполнял роль шутника-могильщика, чьи весёлые реплики и отложились в дворовой памяти, как притчи под ёлкой. Так или дедушка Арсеньев сорока двух лет дожидался соседку княжну для решительного видимо объяснения. А бабушка Арсеньева тридцати семи лет послала дворовых на перехват заворотить разлучницу с полдороги. Театр арде отменяется. И когда любимая не приехала, дедушка воспользовался пузырьком. То ли прямо на сцене с заступом в руках, то ли в гримерной. Бабушка сказала комедиант, и продала дом на своз. Возвела на фундаменте храм, а чуть в стороне хоромы, и ездила в церковь на двухколёске, запрягая дворового своего Ефима Яковлева. Тут был мужик дерзкий и перечил барыня только что на словах, а вывернет чеку из оси, да вывалит госпожу, непременно норовил в грязь или в сугроб, на брёвна, на кладку, на клумбу. Бабушка его не наказывала, потому что была к Ефиму неравнодушна. Развела когда-то с невестой, забрала на двор и приблизила. Насколько тесная была связь, зря говорить не станем. Сошлёмся на Лермонтова. Но иногда какой-нибудь лакей усердный, честный, верный, осторожный, имея вход к владычице своей во всякий час с покорностью возможной в уютной спальне заменяет ей служанку, то есть греет одеяло, подушки, руки, ноги. Разве мало под мраком ночи делается дел, которых знать и чёрт бы не хотел. И если бы хоть раз он был свидетель, как сладко спит седая добродетель. Такое бывало. Где-то я читал, будто бы Пушкин забрал свояченец в Петербург, потому что их мать, а его тёща Наталья Ивановна Гончарова чересчур часто прикладывается к бутылке и столь же охотно, как бы сказать, принимает лакеев. Но дело не в этом. Просто бабушка никогда никогда не называла Ефима по имени, а говорила «мой коник», ласкательно-уменьшительное от конь, областное и просторечное. Ибо строптивый Ефим и есть тот верный холоп, что перехватил на дороге красотку княжну, а после и доложил дедушке, что любезная соседка прибыть не желают. Поздняя сноска. Дед Лермонтова Михаил Васильевич Арсеньев покончил с собой в ночь с 1 на 2 января 1810 года. Перенесёмся в 20 век. Дело в Одессе проистекает в революционном году. И есть там такой Фельдман, что со временем попал в анекдот. Не знаю, при жизни или уж после Николаевский бульвар теперь, полагаю, Приморский в бульвар Фельдмана обратили. И вот приезжает какой-то приезжий. Никогда, говорит, не думал, что фамилия Николая была Фельдман. А в 18 году тот самый Фельдман из анекдота выступал на одноимённом бульваре. то-сё, мировая революция, мировой пожар. А солдат Хохол ему отвечает. Ни, говорит, того не буде. Как? Что? Пропагация агитанда. Того не буде. хохол, хохол, у сих питполыть, живив нахват. Опять-таки, затрудняюсь, как его кончили или кончился сам, но в 18 году, передаёт классик, выдвинул предложение. Фельдман, говорю, предложил в 18 году в полном согласии с ненаписанной ещё цитатой предложил использовать буржуазию в качестве гужевого транспорта, перевозить тяжести на них, на богатых. А ненаписанная цитата оказывается уже написана. И не когда-нибудь, а в рождественскую ночь 17-го года. И Фельдман, стало быть, прочёл её, не читая, вдохнул вместе с воздухом, а не выдрал с печатных страниц в год Великого Перелома, до которого года, 1929-го, Фельдман, может быть, и не должен. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, в другом поставят чистить сортиры, в третьем снабдят подбытие карцера жёлтым билетом, в четвёртом расстреляют на месте, в пятом придумают комбинации. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. И Фельдман просто-напросто находился на своём шестом или двадцать шестом месте и вносил одесскую лепту в общую сокровищницу и копилку. И ничего нету особенного. На дураках всем известно, воду возят, а мы для надёжности умного запряжём. но погоняй, пшо, поехали. Примечание. Статья Ленина от 25 декабря 1917 года «Как нам организовать соревнования» опубликовано только через 12 лет в 1929 году. Закончу рождественским рассказом, который так и называется «Рождество с Вольфгангом Борхартом, немецким писателем, автором ниже следующего текста в нашем несовершенном переводе. Действие происходит в Германии в первый послевоенный год. Он шел на ощупь по темному предместью. Разбитые дома выселись против неба. Луна скрылась, и улица обмирала от поздних его шагов. Потом нашел доску и стал топтать ее, пока не дохнуло гнилью. Труха пахла сладким и мякотью. Сквозь темное предместье потопал назад. Звезд не было. Когда отворил дверь, при этом ты плакала дверь, увидел глаза жены бледно-голубые, будто сошли с усталого лица. Белое дыхание висело в комнате. Так было холодно. Присел на колено и разломил доску. Дерево охнуло. Запахло мякотью и сладким. Поднес к самому носу. пахнет точно пирог. И засмеялся. Нет, сказала жена, не смейся, он спит. Муж положил сладкую мякоть в маленькую железную печь. Дерево загорелось и бросило в комнату горсточку теплого света, который упал на крошечное круглое личико и остался там на мгновение. Личику час отроду, но все уж при нем. Уши, рот, нос, глаза. Глаза будут большие. Это видно, хоть и закрыты. А рот открыт и пыхнет себе помаленьку. Уши и нос красные. Живой подумала мать, а маленький спал. вот овсяные хлопья, сказал муж. Да, сказала жена, хорошо, только холодно. Муж подбросил еще мягкого и сладкого. Нагуляла, а теперь мерзни, подумал он. И не было никого, чтобы заехать по морде кулаком. За это, за самое. Когда заслонка открылась, снова упал свет на спящие личика. Жена сказала, глянь, будто венец над ним, правда? Венец, подумал муж, и не было никого, чтоб кулаком в морду. Тут какие-то затоптались под дверью. Мы видели свет, сказали они из окна, и хотели бы отдохнуть минут десять. Здесь ребенок, сказал муж, но какие-то не ответили, а прямо пошли в комнату, выталкивая из ноздрей белый туман и высоко задирая ноги. Мы тихонько сказали они и высоко задирали ноги. И тогда свет упал на них тоже. Трое их было. Три старых мундира. У одного картонная папка, у другого мешок, а третий без рук. Замерзли, сказал он, отморозил и поднял обрубки. Муж вывернул его карманы, там были табак и бумага, и они скрутили по самокрутке. Но жена сказала, нет, нет, ребенок и все четверо вышли за дверь. Четыре красные точки в ночи. У первого толстые замотанные тряпьем ноги вытащил из мешка деревяшку. Видишь, сказал ослик, я над ним работал семь месяцев, вырезал, для ребенка. Так сказал первый и отдал ослика мужу. А что с ногами? спросил муж. вода, сказал маслик, мастер по осликам. Водянка от голода. А другой, а третий, спросил муж и погладил ослика в темноте. А третий трясся в своем мундире. Ах, нет, шептал, нет, это все нервы, я, знаете, хлебнул лихо. Тут они бросили курить и пошли в комнату. Высоко задирали ноги, смотрели на спящая личика. Тот, кого била дрожь, вынул две желтые конфеты. Это для жены, сказал, для нее. Бледно-голубые глаза широко открылись, когда трое каких-то склонились над колыбелью. Жена испугалась, но дитя отпихнулось ножками и закричала так сильно, что все трое двинулись вспять, крадучись, высоко задирая ноги на цыпочках. Кивнули последний раз и канули в ночь. муж посмотрел им вслед странные святые и закрыл дверь. Ничего себе святые бормотал, поглядывая на овсяные хлопья, и некому было заехать по морде кулаком. Но мальчик кричал, прошептала жена, как громко он крикнул, и они ушли. Глянь, какой крепенький, сказала она гордо, и открыв рот, личика снова крикнула. Плачет? спросил муж. Нет, отвечала жена, смеется. Почти как пирог, сказал муж и понюхал дерево, как пирог, совсем сладкое. Сегодня ведь Рождество, сказала жена. Да, Рождество, сказал он, и горсточка света упала от печки на маленькое спящее личико. На прощание, как водится, стишок, вернее, строфа, которая сочинилась уже в 21 веке в наши бесснежные, малоснежные зимы, ну, вот как половина минувшего декабря, седая в ине и трава, ярко-зеленая такая, что не могу найти слова, твой воздух, Господи, вдыхая. До свидания. Уважаемые зрители живого телевидения, до новой встречи в новом году. Счастья вам, благополучия и здоровья. ЛИРИЧЕСКАЯ 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 ЛИРИЧЕСКАЯ